Продолжение следует... В этом фильме мы подробно рассмотрим процесс создания информационного сюжета и проследим путь его развития от зарождения идеи до выхода в эфир. Мы представим вам все элементы производства хорошего новостного сюжета, но показать это мы решили на примере работы службы информации Екатеринбургского 4 канала. Начнем, как и полагается, с самого начала. Музыка Знакомьтесь, это корреспондент Екатеринбургского 4 канала Алексей Пономарев. Утром он спешит на работу, еще в полном неведении, какое задание его ожидает. Когда работаешь в теленовостях, каждый новый день преподносит много неожиданного. Наверное, именно ощущение приключения для меня самое интересное в моей профессии. И хотя при нашей жизни рассказывать приходится больше о событиях нерадостных, мне приятно осознавать, что именно я донес эту историю до миллионов наших телезрителей. Спасибо большое. Большое спасибо за информацию. Леша, давай сегодня сделаем про клещей. Очень много покусанных. Вот тебе пишу адрес больницы. Там я уже договорилась. Но постарайся снимать не только в больнице. Надо еще что-то за картину. Хорошо. Получив задание, всем нам хочется сразу же поехать на съемку. Но в таких случаях торопиться не следует. Чтобы сделать хороший репортаж, необходимо, во-первых, собрать всю необходимую информацию, а во-вторых, лучше на бумаге или хотя бы в голове составить план репортажа. По крайней мере, с чего он начнется и чем закончится. Это поможет вам более рационально использовать съемочное время и заранее определить самые выразительные кадры для вашего репортажа. Да, новости. Минуту я вас соглашусь. Даже если до выезда на съемку остаются считанные минуты, лучше всего их использовать для предварительных телефонных звонков. Вот если мы к вам в больницу приедем и право клещей будем снимать, у вас как? Можно пациента снимать каких-нибудь? Прежде всего, ищу информацию, потому что я не специалист, например, по клещевому энцефалиту. Вообще, может быть, какую-нибудь статистику. Если в газетах нет, то можно позвонить в санопедимстанцию. Там наверняка специалист, который занимается инфекционными болезнями, знает это все. Я себе составляю план, записываю все пункты, которые я бы хотел видеть в сюжете. Это интервью с врачом, синхроны с больными в лесу, чтобы обязательно у меня были люди, которые собирают либо грибы, либо ягоды. Ну что, Стас, собирайся, вещи будем снимать. Мыши там внизу? Да. Взял все это? Взял. Тем временем, редакция собирается на традиционную летучку, где обсуждаются главные темы предстоящего выпуска новостей. Короче, с чего начинать будем? У нас сегодня попы, которые протестуют против епископа. Шаровая молния. У нас сегодня проблемы молочных кухонь. И у нас сегодня еще есть сюжет Алексея Пономарева по клещевому энцефалиту. Иногда летучки проходят нестандартно. Субтитры подогнал «Симон» Четвертый канал – это вообще первая независимая станция в Екатеринбурге, может быть, на Урале. Очень давно создавалась. Я даже так сразу не вспомню, сколько нам лет. Может быть, семь или шесть. Мы не стараемся работать на какого-то строго определенного зрителя. То есть любой человек, который однажды включает Четвертый канал, ему должно там что-то понравиться. Но основная часть материалов в новостях делается, конечно, для аудитории, так скажем, с высшим образованием, 30 и постарше. А вообще мы считаем, это может быть наша внутренняя такая немножко штучка, но мы считаем, что новости – это то, о чем завтра будут говорить в трамваях. Вот если эта новость, она на самом деле такая, которую будет завтра обсуждать весь город, или она близкая к этому, или ее можно вытянуть на такой уровень, значит, это новость. Любой корреспондент должен понимать задачи информационной службы своего телеканала. Когда эти задачи ясны, репортер лучше понимает, какие моменты для сюжета следует отбирать и как их подавать. Без четкой редакторской позиции, предельно точно воспринятой корреспондентом, невозможно определить, что вы будете освещать и под каким углом рассматривать. Ну а теперь вернемся к нашим героям, корреспонденту Алексею и оператору Стасу, которые уже подъехали к больнице, где им предстоит начинать съемки своего сюжета. Здесь больница нам надо интервью с пациентом, интервью с врачом. Самую больницу снимать будем? Да, больницу, палаты, процедурную, вероятно, кому-нибудь будут ставить. Капельницу тоже надо снять. Хотя сейчас, давая инструкции Стасу, я выгляжу вполне спокойным, на самом деле я переживаю. Ведь пациент, которого нам предстоит снимать, молодой солдат, укушенный клещом. Врачи мне сказали, что он может остаться инвалидом на всю жизнь. Я сам служил в армии и знаю, как тяжело вообще находиться вдали от дома от родных, тем более болеть. У тебя микрофончик повеси на маечку, хорошо? Сейчас мы будем брать у парня интервью. Ему и говорить-то трудно, а ведь я прекрасно осознаю, что после беседы мне придется попросить его о самом тяжелом. Забыть о своей боли и пройтись хотя бы несколько шагов, чтобы у меня была картинка. То есть первый раз за время службы, да? Какой-то тебе лет. Да. Извините, Алексей, ты мог бы поговорить чуть-чуть, погромче? Ты бы мог встать, к маякам, к коллективу встать? Ну вот расскажи, где ты клеща, можно так сказать, подцепил-то? Солдат один. А у тебя клещ. Вот, Алексей, сейчас, наверное, для меня самое трудное попросить тебя отстать, пройтись просто, чтобы видеть люди, что на самом деле тебе, ну, скажем так, трудно. Помощь тебе? Давайте я помогу выйти, а там, войдешь, часа встать. Монтажная фраза — это тогда, когда как минимум три последовательных кадра разной крупности. И оператор в это время может, конечно, останавливать человека, которого снимает, но в итоге получается иллюзия законченного движения. При монтаже получается одно непосредственное движение. На самом деле монтажными фразами очень удобно снимать, потому что мне, во-первых, нужно представить человека, и делается это не за пять секунд, это достаточно продолжительное время, и у меня есть возможность пользоваться этими монтажными фразами и показывать этого человека. Во-вторых, на монтаже удобно, потому что мне не надо крутить кассету туда-сюда, искать нужные картинки, которые бы подходили по смыслу. И, в-третьих, зритель должен участвовать в сюжете, он должен видеть, если Алексей, наш герой, он встает с кровати, и при этом у него плохо поднимается голова, зритель должен видеть, что на самом деле это происходит. Мне надо, чтобы ты снял все его действия последовательно, монтажными фразами. Если бы перчатки надевать, то перчатки надевай. В любом случае, надо избегать снимок таких пустых планов, просить людей, если даже этого не происходит сейчас, то пусть те же больные пройдутся по коридору, вот как сегодня. Я попросил даже вполне здорового человека сесть в коляску, чтобы его прокатили, чтобы люди видели, что это больница. У меня к вам просьба, вот когда будем интервью писать, вы в камеру не смотрите, смотрите на импортера. Ну, любой синхрон, чтобы действительно человек не сидел просто на фоне стенки, или как-то любят у нас все сидеть за столом. Лучше человека посадить так, чтобы сзади был антураж. Если больница, то чтобы хотя бы пробирки там. Но в любом случае не голые стены. Съемки полноценного репортажа, как правило, не производятся на одном месте. Это скучно. Наши герои поэтому после больницы направляются в лес, где клещей можно увидеть в натуре. Просто пустой лес для репортажа тоже не подарок. Усилия Алексея и его оператора увенчались успехом. Они набрели на любопытную собеседницу. Главное было сделать так, чтобы она не боялась камеры. Так, вот мы сейчас, я скомандую, вот, и пойдете на нас. Если там нет ни ягод, ни грибов, то будете просто цветы рвать. Хорошо? Если оператор скажет стоп, то остановитесь. Хорошо? Сазар, все, ждите, сейчас настроюсь вам. Пожалуйста, пройдите вот вперед на... На камеру не смотрите? На нас не надо смотреть. Сделайте вид, что ищете, что на нас не смотрите. Мы снимаем сюжет про клещевый энцефалит. Скажите, опасаетесь, нет клещей? Да нет, видите, как я одета. Не опасаюсь, не боюсь ничего. Так, интершум мне надо прописать. Тебя пушка пропишет, интершум? Звук леса. Скажите? Да. Ну давай, на радиометопон. Будет слышно? Постараюсь, да. Пишу. Потому что лучше брать звук вместе с картинкой, показывать, что это действительно лес, что здесь щебечут птицы, там, комарики извинят, чем рассказывать об этом. Ключевой момент любого репортажа – это так называемый стендап, то есть появление корреспондента в кадре. У Алексея в этот раз стендап в конце репортажа. Конечный стендап лучше всего делать, когда корреспондент хорошо представляет себе текст всего материала и когда остальные съемки завершены. Вот так буду я, да? Посмотрите, в каком комичном виде я решил закончить сюжет и снять стендап. По-моему, это единственный способ показать людям, как в это опасное время надо одеваться для прогулок по лесу. Мой карикатурный вид обязательно запомнится зрителям. Наверное, единственный способ защитить себя от этих опасных мосикомых – это одеваться так. Ковцу нужно заправить брюки, брюки в носки, на голову желательно надеть шапочку или косынку. Вид, честно говоря, абсолютно нелепый, но зато самый безопасный для прогулок по летнему лесу. Алексей Пономарёв, Станислав Романович, новости 4-го канала. Лёха, всё отлично. Ну вот, материал отснят, теперь нужно решить, какую часть материала оставить, а какая лишняя. На чем остановить выбор? Ответ вы найдёте в своём первоначальном плане. Если, снимая, вы придерживались продуманной структуры и позаботились о наиболее впечатляющих элементах, то при монтаже вам легко будет из этих кубиков сложить сюжет. Обычно монтаж начинается с записи текста. Занимаясь информационным телевидением, мы чаще всего сначала записываем текст, а потом перекрываем его картинкой. Но мы не должны забывать, что на телевидении картинка первична. И при написании текста надо держать в голове тот материал, который имеется на плёнке. А теперь вернёмся к нашему герою, который уже приступил к монтажу своего сюжета. Привет, Ренат. У меня сюжет про лещей. Макси тут. Сейчас звук пробежим. Поговорим. Рядовой одной из уральских частей Алексей Лысенко ещё две недели назад ходил в караул, охранял склады с боеприпасами. Надежда и опора корреспондента – это видеомонтажёр. От его умения, не меньше, чем от оператора, зависит изобразительный ряд репортажей. Я планировал сделать сначала интервью с больным, потом интервью с врачом, и потом уже в лес. Интервью с тем, кто гуляет по лесу, и стендап обязательно в лесу. Потому что в стендапе я показал, как надо одеваться. И так и получилось при монтаже. Рядовой одной из уральских частей Алексей Лысенко ещё две недели назад ходил в караул, охранял склады с боеприпасами. На одном из таких дежурств его укусил клещ. Тогда Алексей не обратил внимания на маленькую красную точку на шее. Однако через неделю, а ровно столько длится инкубационный период клещевого энцефалита, у парня поднялась температура, отнялась рука и шея. Уже здесь, в больнице, выяснилось, что в части делали прививки против энцефалита. Однако Алексею укол не поставили. Ну, ни одному мне хватило, а там половину мне хватило. А цены не было. После курса уколов иммунноглобулина Алексею стало немного легче. Другим покосанным, вероятно, повезёт меньше. В травмопунктах города осталось чуть более 2000 доз иммунноглобулина. Практически единственного антивирусного препарата, применяемого для лечения энцефалита. Этого хватит на полторы недели. Между тем, в этом году самая высокая за последние 10 лет активность клещей. И в поликлинике ежедневно обращаются более 300 пострадавших. А в клиниках с различными осложнениями уже лежит более сотни больных энцефалитом. Один человек уже умер. Всплеск в этом году действительно ожидался и предполагался, и действительно подтверждается. Покусанных людей по области больше 6000. Вот. Очень много заболевших. Из-за того, что Алексей обратился к врачу слишком поздно, надежда на полное выздоровление у него невелика. Слабость в руке, особенно с одной стороны, у него останется. Вот голову он как-то будет удерживать, но все равно будут проблемы у него с удержанием головы. Сейчас в лесах начинается грибной сезон. Пенсионерке Зинаиде Лесько сегодня, правда, не повезло. Грибов она не нашла, решила нарвать цветов. Об энцефалите, конечно, слышала, но всякий раз надеются, что клещ ее не укусит. Вот. Видимо, я еще не сталкивалась с таким случаем, чтобы меня вот именно укусил такой это энцефалитный этот клещ. Ну, видимо, меня еще, как говорят, Бог хранит. Наверное, единственный способ защитить себя от этих опасных насекомых – это одеваться так. Кофту нужно заправить в брюки, брюки в носки, на голову желательно надеть шапочку или косынку. Вид, честно говоря, абсолютно нелепый, но зато самый безопасный для прогулок по летнему лесу. Алексей Пономарев, Станислав Романович, новости 4-го канала. Возможно, самый сложный момент во всем процессе – это принятие окончательного решения. Можно ли как-то улучшить данный сюжет? Выполняет ли он поставленные перед ним задачи? К концу работы вам самим, пожалуй, будет чрезвычайно трудно судить об этом. К тому моменту вы уже настолько сольете с материалом, что вам будет нелегко посмотреть на него отстраненным, объективным взглядом. Тут наступает очередь редактора. В общем-то, сюжет совершенно нормальный, красивая картинка. То есть, видимо, где-то добрал дополнительной информации, да, по поводу всех тюкушин, где это происходило, что там с этим. Вот этот вот момент, когда врач говорит про солдата, что, так сказать, там, он вряд ли выживет и так далее, а если это его родственники увидят. Он вообще знает о том, что у него такие серьезные проблемы со здоровьем? Он знает. Я спрашивал родственникам, ему сообщили сразу же, позвонили. Другое дело, что как вот он воспримет, вот тут я не могу предугадать. Вот ты историю этого солдата разрываешь, да? Ты его сначала показываешь, потом как бы даешь общие цифры, потом возвращаешься к этой истории. И как бы дается комментарий медика по поводу его здоровья. А не лучше было вместе вот в одном месте собрать всю эту историю, а потом сказать, что таких как-то солдат вообще очень много, на самом деле, в этом году особенно. Мне просто показалось, что два раза вернулся к одной и той же истории в рамках одного репортажа. Наверное, ну это не ошибка, это может быть какая-то шероховатость. Вот у тебя дважды появляются одни и те же кадры, по сути дела, с одним и тем же человеком, с медбратом, который сначала шприцком раскладывает, да? А потом капельницу ставит. Это как-то задумано так было? Нет, ну задумано было по-другому. Конечно, медбрат должен у нас быть одним куском, но дело в том, что, может быть я плохо объяснял оператору, может оператор меня не понял, но у нас не хватило планов общих в этой палате. По законам большого телевидения, да, к одному и тому же человеку возвращаться, если это не герой, ну просто не стоит. У тебя сейчас в чем, в чем как бы шероховатость? В том, что у тебя сначала идет медбрат, потом идет коридор, а потом ты как бы возвращаешься к тому же герою. Мой медбрат это засунули туда не потому, что... Потому что картинок не хватает. Не хватило на солдат. Таких и так, и иначе не хватает. Они же не появятся у нас нет. Нет, но у тебя это будут те же самые картинки, но использованные один раз, понимаешь? Не через паузу, а один раз. Ну давай, посмотри. Рядовой одной из уральских частей Алексей Лысенко еще две недели назад ходил в караул, охранял склады с боеприпасами. На одном из таких дежурств его укусил клещ. Тогда Алексей не обратил внимания на маленькую красную точку на шее. Однако через неделю, а ровно столько длится инкубационный период клещевого энцефалита, у парня поднялась температура, отнялась рука и шея. Уже здесь, в больнице, выяснилось, что в части делали прививки против энцефалита. Однако Алексею укол не поставили. Ну, ни одному мне хватило, а там половину мне хватило. А цены не было. Из-за того, что Алексей обратился к врачу слишком поздно, надежда на полное выздоровление у него невелика. Слабость в руке, особенно с одной стороны, у него останется. Голову он как-то будет удерживать, но все равно будут проблемы у него с удержанием головы. В травмопунктах города осталось чуть более 2000 доз иммуноглобулина. Практически единственного антивирусного препарата, применяемого для лечения энцефалита. Этого хватит на полторы недели. Между тем, в этом году самая высокая за последние 10 лет активность клещей. И в поликлинике ежедневно обращаются более 300 пострадавших. А в клиниках с различными осложнениями уже лежит более сотни больных энцефалитом. Один человек уже умер. Всплеск в этом году действительно ожидался и предполагался, и действительно подтверждается. Покусанных людей по области больше 6000. Вот. Очень много заболевших. Сейчас в лесах начинается грибной сезон. Пенсионерке Зинаиде Лесько сегодня, правда, не повезло. Грибов она не нашла, решила нарывать цветок. Об энцефалите, конечно, слышала, но всякий раз надеется, что клещ ее не укусит. Видимо, я еще не сталкивалась с таким случаем, чтобы меня вот именно укусил такой это энцефалитный этот клещ. Ну, видимо, меня еще, как говорят, Бог хранит. Наверное, единственный способ защитить себя от этих опасных насекомых, это одеваться так. Кофту нужно заправить в брюки, брюки в носки, на голову желательно надеть шапочку или косынку. Вид, честно говоря, абсолютно нелепый, но зато самый безопасный для прогулок по летнему лесу. Алексей Пономарев, Станислав Романович, новости 4-го канала. Ну вот вечерняя программа новостей в эфире, и в нее включен сюжет, за созданием которого мы внимательно следили. В эфир, естественно, прошел вариант, к которому приложил руку редактор. Возможно, кому-то первоначальный авторский вариант понравится больше. Интересно, что по этому поводу думаете вы? Вы пойдете на нас. Если там нет ни ягод, ни грибов, то будете просто цветы рвать. Хорошо? На нас не надо смотреть. На камеру не смотрите, на нас не смотрите. Субтитры подогнал «Симон» «Симон»